Я вообще заметил, что в последнее время я все больше стал любить стауты. Привози их почаще, Саша. Давай почаще будем бореть, почаще пить. И сахаром все к хренам. К хренам. Всем привет, с вами Саша Гендер и Гоша Грибс. Проект Первая Варка, пивоар Неби Арбрю. Сегодня мы хотим сделать обзор на три стаута, но забыли начать записывать видео и обзор уже начали до включенной камеры, поэтому... Начинаем все сначала. Начинаем, да. Итак, первый напиток у нас, который мы продегустируем, будет русский перский стаут. Петр от Виктория Арбрю. Второй, у тебя очень красиво получается. I love you with my стаут. От пивовар Гилл Твин из Нью-Йорка. И третий это... Стамбир. Юрлс Барри Лэйч. Да. Не так давно мы пробовали в одном из обзоров Юрлс, но другую модификацию, слово-то как бы подобрал. Шерри Алороса. Мы не так давно пробовали другой имперский стаут от... Юрл Твин. И Ивана. Мы пили на слепой дегустации. Ну и вообще, пили его частенько. И поскольку мы уже начали, это... Оп, сюрприз. Здесь у нас Петр. А Сётр? Петр, нет. Ну давай расскажем. Не было пены практически, как и сейчас. Вот такая тоненькая пенка. Стоит на чёрное и не знаю. Ну, нет такого запаха у него, как у Ивана. Нет? А, кстати, нет. Ну они очень похожи, похожи. Всё равно. Да, копчёности, наверное, или меньше, или нет. Запах приятный. Пробуйте. А вообще, я бы сказал, что будет очень интересно, если спустя годы вдруг ребята из Виктория Арбрю заявят, что мы вас всё время нахлобучивали. И это был один напиток разлит в две разные бутылки. Ну что? Вкусно. Вкусно? Очень вкусно. Можно пробовать? Ну, можно. Я всегда боюсь такого. Нет, не надо. Хорошечно. Это у меня что-то аж зубы смыли. А у меня нет. Не пойму почему. Чуть-чуть, конечно, да, нет копчёности вот этой вот, да, креозопность, там, о ней говорить нечего здесь, и другое немножко. И винная, наверное, сильная какая-то составляющая, я бы даже сказал, чуть-чуть не коньячная. Коньячная, да, у меня так нотой. Не то, что не сильно, он практически не газированный напиток, достаточно плотный, вязкий, пьётся приятно и хорошо, ну, для этого стиля вполне очень даже. Что следующее? Да давай по порядку прям, пускай это будут наши американские партнёры. О, дымок. Да? Я не обратил внимания. Все бутылки 0,33, насколько я понимаю, да? Можешь... А, с пеной сейчас. Давай, с пеной. Бомбическая пена была. Просвети нас на предмет стоимости всех напитков. Хорошая. Хорошая. Еще мне чеки бы давали. Ну, я не помню. Ну, ориентировочно. Ну, вот это порядка 200 рублей, это примерно так же, может чуть дешевле рублей 180, это стоит 500 рублей за бутылку. Угу. И то есть мы сейчас должны предвзято такие попробовать, ну, прям чувствуется. Ну, он хороший, он хороший. Чувствуется, что-то рублей, вот они раскрылись. Очень интересная пена. Во-первых, она есть. Ну, она бы тут была, может быть, если был бы другой бокал. А не вау, если был бы бокал и не вау. И если бы я наливал бы его так же вот так вот. Ну, понял. Хорошо. А, понимаешь, я как-то не задрот по поводу пены, мне все равно есть она или нет. Ну, ты сиди и жди, пока она упадет. Ну, а ты расскажи тогда. А что, пил я его? В каком году, ты говоришь, основанную пену? Пил я его недавно, где-то неделю-две назад. И мне он так понравился, что решил я его Гоша подогнать на дегустацию. Ну, и завтра сам попить тоже. Приятный напиток. Ну, понюхай, мне кажется, пахнет дрожжами. Ну, хорошее, в хорошем смысле слова, дрожжами. Да? Да. То есть, не то, что браги там или еще что-то, а вот прям такие... Ммм, прикольно. Как будто я бы мороженое с таким запахом поел. Ну, это можно легко устроить. Да? Ну, сделать мороженое и залить только бутылку пива этого. И подарить его китайским друзьям. Да. В Советском Союзе было томатное мороженое. В общем, но при этом, при всем, вот я кроме вот этой вот ноты дрожжи... Ну, я ее назову дрожжи, потому что не знаю, как ее описать. Что-то там цветочное, не цветочное. Очень такой приятный аромат, но сравнить мне его не с чем. Тебе пена закрывает все, весь аромат. Думаешь? Да ты пей. Да. Тоже вот. Фирменная какая-то фишечка есть в этой пиварне. Собственно, как и у Виктори Арбрю. Вот если сравнивать, у Ивана и у Петра была какая-то такая своя история, которую пьешь и говоришь, о, это Виктори. И здесь вот Севил, у них такая же, прям вот. Люди, как пьют его, прям жиднеть начинают, прям думают, что как бы я его сам выпью, а никому больше не дам, дай сюда. Отлично, по-моему. Но, знаешь, но много его не выпьешь. Приторная, вот эта сладость, она хороша, на один бокал не более. Потому что второй бы я вообще не стал пить. А вот за вечер я бы их парочку бы выпил. И еще вот с этого начать. А вот этим продолжить. А закончить вечером тампиром, точно. Мы сейчас для вас просто такую карту на вечер, чего попить и как это лучше делать оставим. И знаешь, самое интересное, вот я сейчас выставляю места в голове этим пивасом. Я не склоняюсь ни к одному из них. В том плане, что каждый по-своему хорошо. Хотя, вот это, конечно, меня восхищает, но... Иногда хочется чего-то другого. Петр, 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 прямо на контрасте с ним очень хорош. По-своему, абсолютно. Ты так, чтобы уж надо... Ну, прошу, прошу, ваш бенефис. Ну, а вот что вы про этот запах скажете коллегам? Так. Да, я его не чувствую. Почему? Он очень достаточно ярко выраженный. Дай сюда. Нет. Вот так вот, да. Вот так надо. Третий запах абсолютно не похож не на первый. А у меня на первый, а не на второй. Да. Ароматный профиль абсолютно разный. Не знаю. У меня какой-то... Пригоревшего пирога, что ли, какого-то прям вот такой вот аромат? Чуть-чуть тебе попробовать. Ну, это прям... Догадка такая, что ли. Ну, может быть... Тебе что-нибудь скажет Barrel Edged? Что он в бочке? И, может быть, это из-под бурбона бочка была? И что-то такое. Виски. Запах, конечно, напоминает... аромат какого-либо виски. Ну, допустим, какого-нибудь купожирного. Но... Если его разбавить водичкой, ну, до такой вот плотности... Ну, это вот можно почувствовать. Гоша просто не пьет. Я тебе в одном из видео говорил, что я бочку распознавать не умею. Я просто говорю, хорошо и нехорошо. Я думаю, бочки, они, в принципе, во всех трех участвуют. Бочки мариновали в этом пиве. Бочки-грибочки. Давай, пей. Ну, не знаю, бочки-грибочки. Не знаешь, пей. Ну, запах. Пью. Можно? Ммм... Вот это вот. Ой, как! Пах и упало. Я прям, не знаю, вырежу такую неожиданную реакцию на это пиво. Глаза важны, так... Помню, мы в одном из, вот как обзоров предыдущих, где среди имперских стаутов у нас попадался Стамбир. Стамбир тогда занял последнее место. И причиной тому было, что ну, мы просто подумали, что варка неудача, но он был реально хуже всех. Ну, они вот, в общем, очень достойны. А здесь, не знаю, то ли варку просадили ребята, то ли еще что-то, потому что вот до сего дня это был мой фаворит. Ты можешь просто эти не пил еще. Да, эти я не пил до этого дня, но из того, что пробовал, вот он мне больше всего нравился. Здесь это, ну, я сейчас распробую, но это, мне кажется, мой фаворит. В нем есть все. Запах у этих более яркий был, там было что-то хотя бы с запахом. Здесь я запах такого какого-то интересного не учуял, но вкус, во-первых, вся сладость, которая была вот здесь вот, но без перебора, она вся легла вот в этот напиток. Прям очень сладкий, хороший. При этом крепость Петр. Петра. Петра, да. Непривычно. Зачем они переименовали вообще свои напитки? Был хорошо. Кожедуб и второй. Кожедуб. Покрышкин. И Покрышкин. Было вообще замечательно. Я вот их держал в мяч, а Петр, думаю, в закуске. Кто такой? Попробуй. Я уж попробую. Кстати, у них вот когда подвытрился, не знаю, может алкоголь вышел? Очень. Очень. Похоже, да. Здесь до сих пор он бомбический. Понюхуй, прям бомба. Да. Здесь тоже самое, но как если этот постоит, может быть, полчасика и выдохнется. Но я не знаю, что посмотрим, что со вкусом. Да. Этот, наверное, самый сбалансированный напиток из этих трех. Так что стамбир отыграли свой похоже. Да. Хотя, вот представляешь, под одним и тем же, грубо говоря, товар, не знаю, как это правильно назвать. «Юролс» мы пили, сейчас «Юролс». Вот только вот этим. Поменяй. Вот подпись внизу. «Виски Баррел» и что-то там. «Черри Алороса». Да. И все. И прям небо и земля. Как будто была совершенно разная напитка. Абсолютно, да. Надо их как-то сравнить. Я их видел, вместе они продаются. Надо их вместе будет сравнить. Давай попробуем такой обзор как-нибудь записать. Мои, если кому интересны оценки. Я все равно не буду менять свое мнение. Видимо, не в связи с выветриванием какого-либо напитка. В общем, первое место сегодня я отдаю стамбиру. И второе, почетное, делят Эл Твин Брюери и Айт Брю. Потому что отличные пивасы. И вообще, я заметил, что в последнее время я все больше стал любить стаута. Привози их почаще, Саша. Давай почаще будем варить, почаще пить. И сохранимся, к хренам. К хренам. Причем без этой связочки на тюрьме. Вот так алкоголистично. К хренам. Ну что. Все здорово. Ну, в принципе, я более-менее согласен. Не знаю. Тут, смотри, тут прямо на них написано. Видишь, сколько у него все, почти все пятерки. Да. Кроме от одного. Ну, горечи. Горечи тут везде, нигде особо нету. Так что сладость тут везде доминирует. Видимо, не зря его в бочке выдерживали. Ну, и тут, конечно, бомба. А вот этим. Ну, а тут столько осталось говорить само за себя, что мы все это выпили в охотку. Он самый питкий из них из трех, если честно. Вот. И... Его больше всего можно накернить. Вот так я это называю. С практической точки зрения. Я о чем хотел сказать? О том, что, несмотря на то, что я условно там какие-то места дал, но грань настолько несущественная. Их даже сравнивать сложно. Они каждый по-своему хороши. Ну, если вот эти два сладковатые, а этот совершенно не сладкий, то есть сухой достаточно, да, стал... Кому-то, может, наоборот, понравилось. А этот, например, более ароматный, но не сказал бы, что не очень мощный аромат вот этого пива его портит. И, кстати, я вот пока открою завесу тайны. Мы записываем видео во время одной из варок. Сейчас у нас небольшая пауза возникла. Саша отходил ненадолго. И я пригубил вот это вот пива. Интересно, оно чуть-чуть тоже подвыветрилось. Шоколадные ноты появились. Попробуй. Которых не было вообще как только. Вот спирт немножко сходит. Поэтому советуем попробовать все. Наверняка найдете что-то интересное. Даже в одном бокале, на разных стадиях его выпивания, очень много всего. Это целая история. Да. Поэтому... Интересная история. Замечательные напитки. Сегодня прям повезло нам с дегустацией. Отличные. Все три достойные кандидата на топ. На первое место. Так и оставим. Все хороши. Всем первое место. С вами был Саша Гендер. И Гуша Грибс. Проект Первая Варка. Пива Ребя Рубри. Вообще тяжело после этого собрать мысли в кулак. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Ставьте лайки. Заходите на наш инстаграм. Листайте фотографии. Добавляйтесь в друзья. В общем вся социальная история. Всем пока. Погодите вкусную меру. Что сказать? Да пока. Ой. Что ж.